Это второе поколение бабочки. Первое пришлось на июнь. Тогда взрослые особи успели отложить яйца, и вот пришло время активизации гусениц. Они оплетают ветки паутины, создавая для себя благоприятную среду. Листва же при этом засыхает. Деревья обрабатывают специальным пестицидом. Он безвреден для человека. Определённые сложности подкидывает погода. В жару репеллент быстро теряет свои свойства, а во время дождя смывается с листьев. Приходится обрабатывать одни и те же зоны несколько раз. Сто процентной эффективности никто еще не смог добиться, потому что где-то какое-то гнездо все равно осталось пропущенное. Не увидели его. В частном секторе особенно. Если мы по городским улицам как-то работаем, то частный сектор получается сам себе предоставленный. То сознательный человек, он что-то делает таким же способом, с помощью секатора или факела, или химобработкой. К концу года мы ее всю уничтожим. Как я говорил, не на 100%, но 95% я вам гарантирую. Обработку начинают рано утром. Особое внимание уделяют деревьям у дорог. Гусеница может упасть на машину и перебраться в другой регион. Ликвидировать очаги можно не только с помощью пестицидов, но и механическим способом. Рекомендую. Такое приспособление, которое называется воздушный секатор, для дач, для огородов, для борьбы с фредителями, которые высоко находятся. Эта палка разбегается вот таким образом. Можно высоко-высоко срезать. В этом году на уничтожение американской белой бабочки администрация выделила 900 тысяч рублей. Из 30 тысяч деревьев успели обработать больше половины. На этой неделе зеленстрой опрыскал насаждения в районе курортной зоны, в Ореховой роще, сквере имени Гудовича и ряде городских улиц. Далее специалисты отправятся в Алексеевку, а после начнут обработку зеленых зон в сельских округах.